Дюмин 500-летие Тульского Кремля Значимые события для страны Дюмин 500-летие Тульского Кремля Значимые события для страны 9.35 РИА Новости Мария Савченко Вид на Тульский Кремль Музей самоваров с площади Ленина в Туле РИА Новости Мария Савченко Москва 23 апреля РИА Новости Губернатор Тульской области Алексей Дюмин считает 500-летие Тульского Кремля значимым событием для страны потому что строительство Кремля способствовал расширению границ российского государства, сообщает правительство региона. 21 апреля в Туле стартовал Всероссийский форум «Кремль и Россия. Их роль в истории российского государства». Организатор форума «Тульское объединение и Старико-Краеведческий художественный музей» сообщает о том, что форум пройдет в рамках подготовки к празднованию 500-летия местного Кремля, которое намечено на 2020 год. В понедельник состоялось официальное открытие форума, на котором заместитель председателя правительства региона Марина Львина зачитала приветственное послание участникам от губернатора. 6 февраля, 19.11. Дюмин, к юбилею Тульского Кремля в регионе отреставрируют десятки объектов. В 2020 году мы будем отмечать 500-летие возведения Тульского Кремля как начало создания большой засечной черты. Это значимое событие не только для нашей области, но и для всей страны. Тульский Кремль положил начало целой системе оборонительных рубежей на подступах к столице, способствовал расширению границ российского государства, приводит правительство слова Дюмину. По данным властей, на форуме собрались представители более 15 субъектов России. Это еще раз подчеркивает значимость мероприятия. Уверен, что форум поможет всем участникам наладить полезные контакты, обсудить подготовку к масштабному празднованию, добавил губернатор. Согласно сообщению правительства региона, в форуме принимают участие, в частности, представители Института археологии РАН, Российского государственного архива древних актов, Государственного исторического музея, федеральных органов власти в сфере культуры и туризма, всех Кремлей России, руководители федеральных и региональных учреждений культуры, высших учебных заведений, туроператоры. 8 сентября 2018 года, в 15 часов Туле открыли обновленную набережную Тульский Кремль Каменная крепость в центре Тулы, памятник архитектуры. 16 века, старейшие сооружения города. По данным музея Тульский Кремль, сооружения возводили итальянские изочи после завершения строительства Московского Кремля в конце 15 века. В Кремле имеется 9 башен, 4 из которых проездные, и 2 собора. Успенский собор, 1762-1766 годы годы, строился как холодный летний храм, Баговленский собор, 1855-1863 годы, был отапливаемым зимним храмом. В настоящее время в нем располагается музей оружия. 10 ноября 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2020 году 500-летия Тульского Кремля. Продолжение следует...